Я бы хотела задать вопрос. Жалеете ли вы о чем-либо в своей жизни? Нет, вообще абсолютно ни о чем не жалею. Я рада, что все, что происходит со мной, ни о чем не жалею. Анастасия забыла сказать, что она сейчас, на данный момент, как раз занимается боксом. Джалал Джамалович. И я думаю, для нее вы будете, как вы говорите, примером. Еще, ребята, есть кто-то, пожалуйста. Давайте вопросы из зала. Здравствуйте, дорога. Меня зовут Наргиза, студентка четвертого курса. Мне было бы интересно узнать, а чем вы увлекаетесь вообще, кроме бокса? Кроме бокса? Читаю. Вышиваю. Нет, не вышиваю. Люблю петь, кстати. В караоке часто бываете? Нет, вот не часто, потому что никак не получается. У нас каждый месяц сборы дома постоянно. То есть режим тренировки, и поэтому очень редко удается. Ну, дома, конечно, можно. Хорошо, спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы есть? Давай, давай. Смелее. Ребята, смелее, не стесняйтесь. Такое у вас в жизни не часто бывает у нас. Здравствуйте, меня зовут Фирудин. Я студент первого курса. Вот мы слышали, что вы продолжаете сейчас тренироваться. Хотелось бы узнать, каким соревнованиям вы сейчас, в данный момент, готовитесь. Сейчас, пока до декабря месяца, никаких соревнований не будет. Будут сборы 5 октября. Ой, декабря в горах. ОФП. Общеписечная подготовка. Уже с нового года начнется как бы все заново. Это чемпионат Казахстана, чемпионат Азии, чемпионат мира. И дальше. Хорошо. Ну, вот тут еще подошли вопросы как раз, и чтобы немножко дать возможность студентам расслабиться и подумать, еще какие вопросы могут задать. Так, здравствуйте, дорогая. Я студентка четвертого форума. А, инженерного факультета. Мирабдулла Динара. Девочки, извините, или мальчики, если я случайно прочитал, как или неправильно. Значит, мой вопрос. Что вызывает у вас настоящий неподдельный страх? Ужас. Разве что-то может у такой девушки, что вызывает страх? Нет, вызывает. Я боюсь уколов. Кого? Уколов, либо вот кровь с пальца, когда берут в больницу, я ужасно боюсь. Оказывается, вы просто обычный такой же человек, как и мы с вами, да? Да, конечно. Хорошо. Дорига, все спортсмены, когда ты заканчиваешь заниматься большим спортом, а чем вы планируете заняться, пока часть для вашей спортивной карьеры? Ну, вообще, если честно, так прям глубоко не задумывалась, но, возможно, открою какое-то свое дело, либо, ну, тренером я точно накрою. Ну, на сегодняшний день я как-то не хочу тренером работать, потому что это очень тяжелая работа, доносить до детей. Я вот недавно была на уроках физической культуры с детьми, мы проводили урок, и на самом деле очень сложно. Как-то взрослым, ну, это объяснить легче, наверное, чем детям. Ну, конечно, приятно работать с детьми, как-то, не знаю, становишься, наверное, добрее, веселее, но пока тренером задумывалась быть. А в будущем, может быть, ну, вообще, хотела открыть свой салон красоты. Особенно для девушек-спортсмена. Да. И если будет развиваться женский бокс, может быть, откроется профессиональный клуб, то есть, ну, в этой сфере. Ну, и, в принципе, да, Дарьяга для этого, я думаю, и поступила к нам, да, в университет для того, чтобы параллельно со спортивной карьерой, смотрите, человек учится параллельно со спортивной карьерой, причем не очень, как это сам, в тверей, очень высокой спортивной карьеры. Это очень большие нагрузки, это очень большие время затраты на тренировки. И, тем не менее, человек на какое-то время учится. Это очень хорошо, потому что спорт спортом, все мы вырастаем, все становимся взрослее, и потом, через время, мы оказываемся раз, и вроде бы нам надо дальше жить. Да, конечно, спорт не вечный, образование – это будущее. Конечно. Ну, в любом случае. Ну, во-первых, удачи, конечно, вам, в ваших начинаниях, которые будут впереди, но в данный момент мы ждем еще пока спортивных побед. Доброе утро, Дарьяга. С кем бы вы хотели сразиться на данный момент? Ну, кого вы еще хотите, вот на Олимпиаде не добороли? Ну, конечно же, соперница, которая проиграла в полуфинале, американка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. Вот хочу с ней еще раз встретиться. Ну, нужно хорошо подготовиться. На эмоциях лишних ничего не решить иногда. Нужно спокойно подготовиться, нормально. Я думаю, все в свое время и еще встретимся. Конечно. Я думаю, на Олимпиаде уже следующих, через 4 года, которые будем обязательно за вами наблюдать, я думаю, там уже американка останется где-то совсем-совсем позади. Потому что мы Казахстан. У нас в Казахстане очень хорошо развивается боевое искусство, бокс, борьба. Я думаю, мы просто обязаны быть чемпионами во всех этих вилях. Какие чувства вы испытывали при победе на Олимпиаде в Рио? Самые незабываемые чувства такие. На протяжении 9 лет идешь к этой цели, живешь этим. Это постоянный режим, это очень сложные тренировки. Но это любимое дело. И когда ты находишься там, на Олимпиаде, чувствуешь, забываешь про все трудности, которые ты проходил. И это такое счастье, что ты там представляешь свою страну. Слезы на глазах. Ну, конечно. Как обычно, конечно. Да, я еще раз повторю, что для нас, спортсмена, это одно из самых высших достижений. И когда мы поднимаемся на предистал, такой предистал почета, да, конечно, это и слезы, и радость, и вроде бы как, как, вот так, я смогла, я это сделала, да. Хорошо. Ну, может быть, еще у кого-то вопросы появились? Ребят, смелее. У нас ребята скромные очень, в университете учатся. Давайте так. Поблагодарим Дарьгу за выступление. И хотелось бы попросить, вы не могли бы нам вот так вот, примерно у нас тут даже есть человек, очень тренер по боксу, наш молодой тренер, вот, продемонстрировать пару приемчиков своих коронных ударов. Константин, вот мне хорошо.